Вот с чего начинается знакомство с предприятием. Кто-то скажет с экскурсии, другие ответят, что достаточно просто почитать информацию в интернете. Но на самом деле оно начинается с техники безопасности, ведь от этого как-никак и жизнь, и здоровье зависят. Мы продолжаем знакомиться с различными профессиями нефтехимической отрасли и даже сами пробуем участвовать в производстве. Конечно, чтобы стать профессионалом своего дела, необходимо хорошо учиться и заранее определиться с дальнейшей профессией. Специалисты крупных предприятий регулярно проводят профпробы для школьников и студентов. Кто и как работает в нефтехимии, мы узнаем на примере компании, которая второй год подряд стала лучшим работодателем России по версии Headhunter. Сибур. Отправляемся вновь на пермскую площадку. Прежде чем попасть на территорию предприятия, каждый сотрудник и каждый гость получают средства индивидуальной защиты. Безопасность превыше всего. После этого сразу инструктаж. Именно сюда, в эту комнату, попадают все те, кто приходит работать на пермскую площадку Сибура. И даже если вы придете на экскурсию или, как мы, на съемку, все равно тоже сюда. Инструктаж проводит инженер по охране труда Клементий Семенов. Именно он нам сегодня и расскажет об этой профессии. Знакомьтесь. У меня со школы как-то получалось к основе безопасности жизнедеятельности. Движало к этому. Я участвовал в олимпиадах, во всяких соревнованиях по безопасности жизнедеятельности. На олимпиаде как-то в девятом классе занял второе место. И по обоже, и решил то, что это как мне нравится. Тогда же и решил связать свою жизнь с этой сферой. Затем были университет, армия. И вот уже несколько месяцев Клементий – инженер службы охраны труда на пермской площадке. Практически каждый день он знакомит различных людей с техникой безопасности. После того, как одели самоспасатель, затягиваются ремешки. И все, самоспасатель готов к использованию. Никаких пробок, крышек снимать не нужно. Андрей, попробуешь одеть? Давайте попробуем. Ну что, Клементий, я прошел инструктаж? Да. Помимо инструктажа, есть и работа с документами, и разработка инструкций. Но скучать здесь точно не приходится. Ежедневно сотрудники этой службы проводят аудит безопасности, контролируют ход ремонтных и иных работ. И даже проверяют сотрудников. Я смотрю, сегодня вы в погодке одеты, и в перчатках, и в очках, и на каске ремешок подбородочный. Но где же подвох? Какие требования безопасности нарушены? Оказалось, что все в порядке. А поведенческий аудит безопасности – это не обязательно поиск нарушений. В первую очередь, это их профилактика. Хочу вас поблагодарить за соблюдение требований безопасности. И желаю вам безаварийной безопасной работы. Спасибо. На мой взгляд, неправильно воспринимают службу охраны труда. Считают то, что это какой-то надзорный орган. Служба охраны труда, она настроена для того, чтобы помочь людям безопасно выполнять работу. Мы как инструменты для безопасного выполнения работы. А безопасность не терпит компромиссов. Во время обхода предприятие Клементий намного обращает внимание. Вот и мне досталась небольшая работа. Все-таки надо осваиваться в профессии. Андрей, в обязанности инженера по охране труда входит проверка шкафов со самоспасателями. Проверка наличия и опломбированность. Доверяю эту обязанность сегодня тебе. Главное в этой профессии – это не быть безразличным, говорит Клементий. Особенно к мелочам. Ну и с математикой дружить тоже. И это я не только про подсчет самоспасателей. Еще инженеры по охране труда проверяют спецодежду. Делают необходимые замеры. Важно убедиться, чтобы все было в норме. Форма, можно сказать, защищает с ног до головы. Как скафандр. Я так понимаю, одежда очень надежна. Она и в огне не горит, и в воде не тонет. Если у нас появляются сомнения по поводу качества одежды, то мы можем отправить ее на проверку независимой организации. Ну и на самом производстве, прежде чем отправить ее, нефтехимикам тестируют. Проверяют, как ткань отталкивает масло и нефть. Капли не впитываются. Тут же испытание огнем. Специальная пропитка не дает разгореться пламени. Да и разорвать такую ткань тоже не так-то просто. Мне очень нравится тем, что я занимаюсь, потому что это помощь, чтобы люди не получали травмы. Рядом со мной в команде находятся опытные коллеги, которые всегда помогают мне, подсказывают информацию и также передают свой опыт. А вместе с ним от сотрудника к сотруднику передается и культура безопасности. Для каждого из них соблюдение всех правил – норма жизни. Вот и Клементий про бдительность не забывает. Всегда. Даже во время съемок. Кстати, Андрей, почему у тебя имеется ремешок, а ты его не одеваешь? Пардон. Впереди еще десятки специалистов, которые так или иначе задействованы на нефтехимическом производстве. Каждый день на пермской площадке трудятся более тысячи человек. И наше погружение в профессию продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова